Приветствую вас, давайте мы, наверное, начнём с того, что попытаемся определить источник такой вот привязанности к вашей маме. Источник того, почему вы готовы ни много ни мало пожертвовать своей жизнью, своими интересами ради мам, только потому, что надо платить кредит и квартиру и всякое такое. Давайте постараемся определить этот момент. То есть постараемся увидеть, как так вышло, что вы столь зависимо от своей мамы. Допустим. То есть обвинять вас в чём-либо я не собираюсь. Не думаю, что это правильно. Но постараться определить причину того, почему вы столь зависимо от своей мамы. Мне кажется очень важно. Важно именно по той простой причине, что это не позволяет вам двигаться вперёд, это не позволяет вам двигаться дальше. Вот. И соответственно вы не можете жить в своей жизни, грубо говоря. На мой взгляд это довольно серьезная проблема. На мой взгляд это довольно серьезная трудность. На мой взгляд это довольно серьезная проблематика. Потому что вы как бы очень не свободны в таком вот контексте. Вот. И это конечно может вас очень сильно тяготить. Вот. Поэтому. Это первое на то я хочу обратить вас внимание. Откуда появилась ситуация, вы должны что-то с твоей мамой. А вы пишите, я хочу уехать куда-нибудь и работать. Это несколько странно на мой взгляд. Несколько странно на мой взгляд появиться. Вот. Потому что. Потому что. Потому что. Потому что. Что значит хочу уехать куда-нибудь и работать. Что значит куда-нибудь. Вы либо знаете чем вы хотите заниматься. Вы знаете куда вы хотите направлять свой ресурс. Вот. Поэтому здесь несколько странная история о том, что вы хотите уехать куда-нибудь и работать. На мой взгляд. Если вы хотите работать. Если вы хотите именно работать. То. Вам не нужно говорить, что я хочу уехать куда-нибудь. Речь здесь скорее о том, что я хочу конфликнуть какое-то конкретное место. Хочу в какое-то конкретное место, чтобы заниматься конкретными делами. Вот. И чтобы заниматься совершенно, ну, совершенно конкретными занятиями, действиями. Вот. Которые могли бы вам помочь себя реализовывать. Вот. Потому что, ну, вот так это работает. По крайней мере. В норме, да. В определенной такой норме. И на мой взгляд. Смешает здесь вас именно неопределенность. То есть вот именно неопределенность вас на мой взгляд сильнее всего стекотит, стекотит именно неопределенность. Потому что вы сами, допустим, там, в чем-то сомневаетесь. Вы сами, допустим, там, в чем-то неуверенны. Да. И вот. Да. Это вас стекотит. Дальше, значит, мне были видеть слезы мамы. Пишите. Пишите. Пишите вы. А из-за чего, простите, мама плачет? Из-за чего она плачет? Какие у нее основания для слез? И если у нее проблемы, то как она их решает, эти проблемы свои, если решают вообще. Вот. И, соответственно, придем здесь вы. А? Сейчас снова придем здесь вы. Мама, ваши проблемы. Хорошо. Придем здесь вы. Что мне сделать? Что мне сделать, чтобы что? Что вам делать, чтобы что? Я хочу записаться на год с ее работой. С ее работой у нее, примерно, лет через пять. Но именно не могу оставить нормальную. Почему? У нее кредит и надо платить за квартиру. И что? Ну и что? Что дальше? Ну да, надо платить за квартиру. И что? И что? Я не очень по ним не понимаю. Что-то, ну да, надо платить за квартиру. А что дальше? А, причем здесь вы? Я думаю, что вашей маме нужно обратиться самой к психологу. для того, чтобы лучше, ну, лучше понимать, лучше разбираться в себе. Вот. Я думаю, это так. Так, потому что, сейчас, получается, а, что вы целиком о помощи вот, зависит от своих именов, вот, такая вот история, я надеюсь, что это было вам полезным, если вам понравился мой ответ, то буду благодарен за его оценку в качестве лучшего, я желаю вам всего самого доброго, удачи, надеюсь, что ситуация решит самым лучшим образом для вас.